На рабочей встрече Вениамин Кондратьев и Павел Левинский также обсудили задачи, которые стоят перед регионом. В первую очередь это снижение энергодефицита и доступная инфраструктура для инвестиционных проектов. Хочу вам сказать вам благодарность за неустанное внимание к нашему краю. Для нас это очень важно, потому что это внушает надежду, что проблемы с энергодефицитом нашего региона мы все-таки преодолеем. Непростая задача, потому что сегодня от энергомощности зависит и экономическое развитие нашего края, реализация инвест-проектов, которые сегодня у нас очень активно в нашем крае запускаются. И даже могу сказать, что около 600 инвест-проектов у нас находятся в активной стадии реализации. И вот 20%, которые не могут быть реализованы из-за отсутствия все-таки электричества. И для нас сегодня это принципиально важно, потому что это тоже деньги, существенные деньги, бюджет в виде налогов, а самое главное это рабочие места, да и в целом это производство, которое сегодня нужны, необходимы экономике. Немаловажно еще отметить в том, что сегодня новый руководитель Сергей Владимирович, уроженец нашего края, он знает не понаслышке о проблемах нашего региона. Я уверен, что с таким подходом, с ощущением личной, собственной ответственности за результат мы добьемся очень серьезных результатов. На особом контроле держим работоспособность сетевого хозяйства. И, конечно же, то, что вы отметили, задача одна из важнейших, которая стоит перед Сергеем Владимировичем и в целом перед холдингом Россети вместе с краем решить вопрос консолидации сетевых активов. Надежное бесперебойное энергоснабжение, особенно в период отпусков, курортного времени, для нас важно обеспечить для жителей Краснодарского края и гостей. Кроме этого, компания нацелена на снижение энергопотерь. Также в реконструкции на территории региона нуждаются около 40 электроподстанций.